Всем привет! Меня зовут Томас Шмидт, я являюсь одним из разработчиков алгоритма Time to Trade. Перед демонстрацией работы сделаю небольшое предисловие о сути принципа арбитражной торговли и, в частности, как практически реализован этот подход на нашей платформе при торговле на криптовалютных биржах. Очевидный факт, что в отличие от фиатных денег, курс криптовалют определяется только спросом и предложением, а поскольку подавляющее большинство операций по покупке и продаже криптовалют осуществляется на криптовалютных биржах, то и глобальный курс — это средневзвешенный курс криптовалюты на основных биржах. С учетом того, что курсы криптовалют на разных биржах не могут меняться синхронно ввиду различной активности трейдеров, возникают кратковременные ситуации, когда эти курсы отличаются в степени, позволяющие извлекать доход от кроссбиржевых операций купли-продажи криптовалюты. Говоря простым языком, выполняется поиск криптовалюты, обладающий наибольшей разницей в курсе между биржами. Учитывая то, что такие ситуации носят кратковременный характер, и для их выявления необходим значительный сбор и анализ статистических данных, вручную невозможно осуществлять такую деятельность. Для автоматизации данных процессов нами был разработан торговый бот, демонстрацию работы которого мы сейчас выполним. А теперь найдем выполненные операции на биржах. Заходим в раздел арбитражной торговли и выполняем операцию на сумму 25 тысяч долларов. После запуска мы видим, что бот начал работу согласно заложенного алгоритма. Учитывая, что наступление события, при котором есть криптовалюты, со значительно отличающимся курсом на разных биржах, носит случайный характер, то и операция арбитражной торговли выполняется немоментально. Поэтому надо подождать, пока бот подберет криптовалюту с наиболее выгодной разницей курсов. Открываем биржу, на которой арбитражный бот выполнил покупку криптовалюты. Поскольку все операции выполняет бот, используя API-биржи, результаты его работы мы можем увидеть в разделе выполненных ордеров. Переходим туда. Поскольку операции выполняются достаточно часто, после нашей покупки бот уже выполнил операции арбитражной торговли для других клиентов. Это могут быть как операции покупки, так и продажи. В данном ордере мы видим, что был куплен биткоин, что соответствует информации о покупке в личном кабинете Time to Trade. Теперь посмотрим в личном кабинете Time to Trade, где была выполнена продажа данного ордера. Открываем биржу Binance. Операции продажи выполняются ботом аналогично, используя API-биржи, поэтому переходим в раздел выполненных ордеров. Как мы видим, на этой бирже тоже значительное количество выполненных ордеров, и также после нашего ордера были выполнены другие операции. Вот наша операция продажи биткоин. Продали по курсу 9053 доллара 43 цента, сумма продажи 25 тысяч долларов. Как мы видим, наша операция успешно была выполнена. Спасибо за ваше внимание.